Доброе время суток! Вы смотрите CDM News. С вами Иван Борисов. Сегодня в программе. В Новый год с новым релизом от отечественных диджеев. Участники самого большого CDM-сообщества снимают наушники и одевают фартуки. Закрылся крупнейший цифровой магазин христианской танцевальной и электронной музыки. Об этих и других событиях более подробно. Новый 2019 год для отечественных диджеев начался с совместного релиза под эгидой христианской танцевальной радиостанции NG Radio Show. На Рождество, 7 января, состоялась презентация сборника ремиксов на песни группы Соколов Бразерс. Подобные релизы, хоть и редкое явление для России, но тем не менее, становятся регулярным. Ни для кого не секрет, что Соколов Бразерс является самыми популярными на сегодняшний день исполнительными песнями поклонения. И сборник ремиксов прекрасно дополняет репертуар артистов. Работы можно послушать ежедневно в эфире христианской танцевальной радиостанции NG Radio Show и в официальной группе ВКонтакте. В понедельник 24 декабря в 20.00 по местному времени или в 4 часа утра во вторник 25 декабря по Москве на волнах радиостанции Электроколумбия состоялось грандиозное христианское транс-шоу. Мощность созвездия транс-исполнителей несколько часов до глубокой ночи по местному времени держали служителей в постоянном напряжении. Будем надеяться, что подобных мероприятий будет больше по всему миру, включая Россию. Диджей, музыкант и продюсер Крис Холланд презентовал свою новую работу, которая называется All My Love. 15 декабря на официальном ютуб-канале артиста состоялся этот релиз. Работа на первый взгляд кажется незавершенной, о чем сам автор говорит в своем инстаграм. Может мне подобрать вокалиста для этой работы или настроить мастер-микс получше? Я решил оставить все как есть. У меня есть еще много заготовок на жестком диске, которые возможно вы не услышите. И я решил поделиться с вами первым таким треком в преддверии Рождества. ГАДС ДИДЖИС Самый крупный в мире CDM-сообщество ГАДС ДИДЖИС недавно отметил свое десятилетие. Организации знамениты не только своей богатой музыкальной базой за узкозаписывающим лейблом и радиостанцией. Они также ведут широкую миссионерскую деятельность на рейвах и в ночных заведениях США. Еще более 8 лет организация занимается социальной работой. Каждый месяц в Детройте, штат Мичиган, они во главе с Нейтом Карлислом, основателем ГАДС ДИДЖИС, открывают благотворительную кухню для бездомных и малообеспеченных. Помимо полноценного горячего обеда, нуждающиеся могут получить необходимую одежду и обувь. Волонтеры выходят на служение целыми семьями с детьми. Вот оно, настоящее христианское служение ближнему. Похожей деятельностью занимается меньшая подчисленная организация на другом побережье Соединенных Штатов. Диджей, продюсер и основатель сообщества «Джизус Лав З Рейверс» Гошен Сайв вместе со своей супругой, певицей и лидером поклонений Тиван Дин Флок, помимо своей музыкальной карьеры, занимаются миссионерской деятельностью по ночным заведениям города. Также они открыли небольшое христианское кафе, где кроме физической пищи посетители могут получить моральную поддержку и духовную помощь. Они проповедуют клиентам Евангелия. Спустя 10 лет успешной работы, самый крупный и популярный цифровой магазин христианской электронной танцевальной музыки ChristianDanceMusic.net закрылся. На протяжении целого десятилетия диджеи покупали там музыку для своих сетов и радиошоу, а продюсеры выкладывали там для продажи свои лучшие работы в различных электронных танцевальных направлениях мейнстрима и андеграунда. Также там регулярно проходили презентации мощных сборников электронного поклонения в Huge Sound of Worship. Но не стоит расстраиваться, администрация сообщества God's Digest переформировала магазин в крупные хранилища CDM на базе сервиса Dropbox, который они называют бассейном. За символическую плату 20 долларов в месяц пользователь получает свободный доступ к всей базе CDM. Большая часть суммы за подписку идет на покрытие расходов для работы благотворительной кухни. Девиз организации God's Digest на сегодняшний день звучит так. Скачай CDM на корми бездомного. На этом пока все новости. С вами был Иван Борисов. Увидимся в следующем выпуске.